Благовещенский собор Города Воронежа Здесь находятся мощи метрофана Воронежского Сейчас мы там еще внутри не были в соборе Сейчас мы идем внутрь в собор И в общем-то там снимать не разрешают Если благословлят, то получится несколько кадров Если нет, то, к сожалению, только здесь можно посмотреть будет Смотрите, какой он большой Говорят, что в России по высоте это третий собор Смотрите, какая красота Смотрите, какой он большой Смотрите, какой он большой Смотрите, какой он большой Сейчас приложились к мощам, помолился за всех, кто просил молитв В первую очередь за своих благодетелей И по списку за всех, кто просил молитв Пока мы здесь находимся сейчас на территории храма И через полчаса выезжаем на источник метрофана Воронежского Окунемся там и потом поедем на трапезу и на расселение Памятник святителю Митрофану Воронежскому Благовещенского собора города Воронежа Мы прибыли на источник святителя Митрофана Воронежского По правой от меня руку Дверь открытая Это вход на второй этаж Там три храма Очень много чудотворных икон Окунуться у нас не получилось Купели закрыты на карантин Это святитель Митрофан Воронежский Это князю Петру и княгиня Феврония Это святитель Кипериан и мученица Иустина Мы на источнике святителя Митрофана Воронежского Слева от меня мужская купель Справа от меня женская купель Мы сначала зашли в храм Помолились перед иконами Попросили, что кому требуется Сейчас идем окунуться К сожалению, окунуться именно в этих купелях Мужской, в этой женской не получится На время карантина они закрыты И недоступны Я, в общем-то, не знал А сейчас вот прочитал Здесь написано, что купель не работает Я, в общем-то, не знал 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 очень обширная территория такой большой комплекс состоящий из трех храмов купели и вот сейчас когда выйдем за ворота я покажу где там набирается водичка если с собой попить взять можно так ну вот мы приехали в оптину пустынь сейчас время 11 55 идем монастырь сейчас у нас будет экскурсия потом мы покушаем сходим на источник если он открыт и дальше на вечернюю службу мы часто посетим села с греком И это особенно троники бывают, когда приезжают, знаете, вот такие. Когда обитель пережила все это воскресенье, а это было накануне с чередой воскресенья Руси в 1885 году, то 3 июня 1988 года там ослужили первые божественные люди, и после всего этого не ходите. С этого времени прошло уже 32 года, и Оптин, он сначала на один срок заглянил в церкви на либеря, а когда он отсидел больше десятки лет, это был уже после веки отечества, и он вернулся в Казельск, и там помогал в городе, 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 в городе. Вот они следующие 10 веки, ровно вверх. Мужчинеста Оба Яруса отсутствовали, ее взорвали, ну, уже из таких, скорее, не богоборческих, а военно-стратегических побуждений, чтобы не сознавать, что-то... Товарищи большевики и господа фашисты, но я думаю, что мы с вами понимаем, что нынешние господа либералы, у которых очень сильные позиции в стране, они тоже вовсю работают в эту сторону, и те, кто работают... Мы уничтожали микрополь, и вступали в книжные памятники, а это ведь все крайне неправо, это целый материал, их просто, ну, сокрушали, заваливали, загружали в теле, в теле, и туда, в край той возвышенности, где мы начинали, подъезжали, вбрасывали, там другая же команда, что ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идем все после Акафиста Амросию Оптинскому на источник Пафнутия Боровского Источник Пафнутия Боровского чудотворца Около источника Пафнутия Боровского, за источником, тут буквально пройти 30 метров, течет река Жиздра Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вода вкусная, ледяная Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или там снять что-либо Вот наша группа впереди На источник вот туда вот эти Я здесь был, но достаточно давно, 9 лет назад Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Вот дорога на Святой Источник Сейчас спущусь туда ДимаTorzok В Задонском монастыре Туда попадем вечером, переночуем, потрапезничаем Завтра утром на литургии Дорога на источник Видимо там будет очень много людей, не знаю, получится ли укунуться, потому что у нас время ограничено К источник К источнику Спустились достаточно быстро, а вот подниматься будем долго Вон впереди источник Вон впереди источник Поклонный крест Морская купель, я зашел быстренько Сейчас переоденусь, окунусь Ну женская я так думаю, что точно такая же В принципе благоустроенные Лавочки есть и крючочки, чтобы в одежду повесить Исход хороший Куполучно окунулся в источники, где есть купель Сейчас пройду быстренько покажу два источника, где купели нет, но можно набрать водичку с собой Здесь вот как раз стрелочки показывают на казанский источник и нам в русский источник Водичка с казанского источника по молитвам казанской иконы Божьей Матери Говорят, что помогает при болезни глаз Быстренько сейчас пройдем туда, посмотрим Попить водички и набрать с собой Как всегда бутылочки большой емкости можно купить здесь вот в монастыре А правее вот здесь дорога к казанскому источнику Сейчас пройдем и туда, посмотрим Раньше, я когда был здесь 9 лет назад, здесь вот этих помостков не было Была такая грязная обычная проселочная дорога После дождя здесь такая была трясина Ноги разъезжались Смотрится как оформлен, как маленький домик Маленькая часовинка Вот этот казанский источник Сейчас попью водички и пойду в храм Вот сходили на источники Теперь поднимаемся в храм Вот такая вот крутая лесенка Спускаться было проще, подниматься сложнее Но есть места отдыха С лавочками люди садятся, отдыхают, передыхают И поднимаются дальше Обошел храм с другой стороны Сюда еще не заходил Решил вот немножко снять тоже Очень красиво Посмотрите, какая красота Мы выехали из Шаморденского монастыря Остановились на смотровой площадке Чтобы сделать несколько снимков Крайний день нашего путешествия Мы прибыли в Задонск Вчера вечером уже поздно Покушали, приложились к мощам Тихона Задонского И ушли отдыхать А сейчас вот утром пришли на литургию После литургии уже выезжаем домой сегодня Это вот монастырь Задонский Идти здесь, вот в этом храме Мощи Тихона Задонского Сейчас быстренько пройдем по территории Посмотрим, тут такие величественные постройки Шикарные Посмотрите, какая колокольня Удивительный Пик такой На ней И наверху вот Ангелы И золотые, и белые А небо какое, посмотрите Красота Территория не очень большая Но все такие постройки здесь Очень красивые Такие, как-то они Все к месту Все уместные Не всегда так бывает Вот Посмотрите, как красиво Как сказочные какие-то вот храмы Красота А это вот памятник Тихону Задонскому Сейчас подойдем к нему Сейчас, наверное, солнышко высветит в объектив И плохо будет видно Солнышко встало Смотрите, какой памятник Святитель Тихон Задонский И епископ Воронежский Вот территория Монастыря Сейчас, через полчасика уже начнутся Начнутся часы Или другие Очень красиво Очень красиво Сейчас, наверное, выår СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА